Ситуация в Нагорном Карабахе может обостриться в любое время. Согласно позиции официального БАКУ, урегулирование карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана останется ключевой задачей этого года. Руководство Азербайджана, а также внешнеполитическое ведомство республики сконцентрировали свои усилия для достижения прекращения военной агрессии со стороны Армении против Азербайджана, а также восстановления территориальной целостности страны в рамках норм международного права и признанных на международном уровне государственных границ. Как передает Азиас, о том, какие шаги будут предприняты сторонами конфликта, какую роль при этом будет играть Россия, и о сотрудничестве Азербайджана и России в интервью Медиас рассказал директор Российского центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов. Каковы, на ваш взгляд, перспективы урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта в этом году? Скорее всего, ситуация вокруг Нагорного Карабаха в нынешнем году серьезно не изменится. Можно ожидать ряда встреч на высшем уровне в двустороннем и более расширенном форматах. На самом деле, мы видим замороженную ситуацию на протяжении очень многих лет. Причина этого кроется в том, что многих устраивает сложившееся положение дел. Армения довольна тем, что фактически держит под оккупацией земли Азербайджана и при этом еще умудряется торговаться с позицией, мол, все готовы напасть на слабую Армению. Хотя, конечно, никто на суверенитет армянского государства не покушается. Запад сейчас занят другими делами, другим геополитическим игрокам нет дела до Нагорного Карабаха. Азербайджан в этих условиях вынужден продолжать прежнюю политику, которая, что важно отметить, помогает избежать кровопролития и обострения. В то же время, важно сказать, что ситуация в Нагорном Карабахе может и обостриться в ближайшее время, если кому-то захочется дестабилизировать ситуацию в регионе. Например, чтобы отвлечь внимание от проблемы Ирана или противоречий вокруг Турции, Вашингтон может решиться на организацию масштабных провокаций. Насколько активно официальная Москва будет принимать участие в процессе урегулирования? Москва продолжит придерживаться мнения, что проблему можно решать только дипломатическим путем. Поэтому Россия будет всячески способствовать организации различных встреч между лидерами Азербайджана и Армении. По всей видимости, они увидятся на параде победы 9 мая в Москве. Россия давно выступает в качестве международного гаранта мирного процесса, и готова это делать впредь. Позиции Москвы однозначные. Не допустить войны и обострения всеми способами. В то же время, следует признать, что Россия нынешняя ситуация вполне устраивает. Россия важен мир на своих границах, и она будет пытаться его сохранить. Одновременно, по всей видимости, продолжится своеобразный бизнес в области поставок вооружений. То есть Азербайджану продолжат продавать современную технику, но потом тут же восстанавливать баланс за счет бесплатных поставок более устаревшей техники Армении. Тем самым подталкивая Баку к новым контрактам. Но, подчеркну, Москва уверена, что сумеет сохранить баланс сил и потому не считает себя ответственной за милитаризацию региона. Как бы вы могли охарактеризовать усилия азербайджанской стороны в решении Нагорно-Карабахского конфликта и реакцию армянской на них? Баку неоднократно предлагал различные пути постепенного разрешения конфликта мирными средствами. Но для армянских политиков на протяжении многих лет тема Нагорного Карабаха – палочка-выручалочка. Когда не удается справиться с экономическими и социальными проблемами, начинают вспоминать про уязвленную национальную гордость. Что касается поведения Еревана на международной арене, то тут тоже тактика давно выработана. Перед любыми переговорами по проблеме Ереван идет на провоцирование обострений, а потом начинает кричать, что ему угрожают войной. Тем самым он старается получить более сильные позиции в переговорном процессе. Конечно, мировое сообщество все понимает, но из-за общего низкого интереса к проблеме предпочитают делать вид, что такое поведение армянской стороны приемлемо. При этом конструктивные предложения азербайджанской стороны Ереван предпочитает игнорировать, постоянно меняя условия ведения диалога. Что вы можете сказать о сотрудничестве между Азербайджаном и Россией в 2019 году, и каковы прогнозы на 2020 год? Я думаю, что сотрудничество Москвы и Баку в новом году будет продолжать давние традиции конструктивного взаимодействия двух государств и расширять их. Важно понимать, что отношения России и Азербайджана строятся на нескольких важных принципах. Первый – взаимная выгода. То есть сотрудничество не идет в ущерб кому-то-то. Все совместные проекты приносят вполне конкретные и позитивные результаты. Второй – уважение суверенитета друг друга. Москва и Баку не критикуют внутреннюю политику друг друга и понимают право каждой стороны выстраивать на международной арене отношения с любыми субъектами по собственному усмотрению. Нет какого-то принуждения к тем или иным коалициям или же, наоборот, окриков за сотрудничество с кем бы то ни было. Например, Азербайджан спокойно принимает, что Армения остается союзником России по ОДКБ и АС. А Россия никак не пытается ограничить любые международные контакты азербайджанской стороны. Третий важный принцип сотрудничества – он идет в самых разных сферах. То есть тут не только экономика, развитие инфраструктуры, решение геополитических проблем, но и широкое взаимодействие в гуманитарной, культурной сферах. Есть взаимопонимание по историческим вопросам. Вообще, отношения России и Азербайджана многие годы показывают пример того, какими должны быть отношения между соседями. К большому сожалению, на всем постсоветском пространстве обычно мы видим совсем иные отношения.